Затарится Здравствуйте, дорогие мои друзья! Думаю, вы согласитесь, что наш мир без современной техники представить уже очень трудно. И развитие этой техники идет семимильными шагами. Наверное, каждый день где-нибудь в мире да появляется какая-нибудь техническая новинка. Не спят изобретатели, трудятся изо всех сил. И, куда ни глянешь, всюду встретишь плоды их труда. Ну, может быть, за исключением какой-нибудь глухой деревеньки. Впрочем, и в деревеньках не все так просто, как может показаться. По крайней мере, в той, где происходит история, которую я вам сейчас собираюсь рассказать. Итак, где она у нас? Вот. Итак, я начинаю. Жил-был один изобретатель. И так он любил изобретать, что хлебом его не корми, только дай что-нибудь изобрести. А у изобретателя был друг, сосед Николай. И вот однажды решили они устроить себе отпуск. Отправиться покосить к бабушке изобретателя в деревню. И вот, как-то с утра... ...самолеты, да, да, ну, а дальше, а дальше, да, да, я забыл, да. Слушай, получается. А ты где научился играть на гитаре, а? В школе. В школе? Ну, входи. Так. Так, твой ход сейчас. Ах, мой. Слушай, я уже засыпаю, а? Я тоже. Ой, давай доиграем потом. Давай хоть немножко поспим, без десяти четыре. Ну, ты что? О! Всё. Правда. Давай. Немножко надо поспать. Хотя бы немножко. Доброй ночи. Да, доброго утра. Хоть немножечко поспим. Давай. Ой. 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 В такую рань. Ой. Что за дикость держать такого горлопана вместо будильника? Да это просто каменный век какой-то. Ой. Не говори. Нет. Это невыносимо. Я хочу спать. И я тоже. Мы должны заставить замолчать этого деревенского коруза. Ну, а как? Как? Я выну из него батарейки. О. А я выну степсель из розетки. Вот. Подай. Давай. Я думаю, что мы его с тобой изрядно напугали. Ага. Точно. Теперь можно и поспать. Хоть немножко поспим. Николай. Ты послушай, какая тишина. Красота. Нет, он над нами просто издевается. Надо с ним что-то сделать. И что же с ним делать-то, а? Мы должны что-то сделать. Мы должны что-то сделать. Что? Доброе утро, голубчики. А я вам клубнички насобирала. Бабушка, это утро вряд ли можно назвать добрым. А что такое? Мы не намерены терпеть дальше эти издевательства. Этого будильника о двух ногах. Да, и о двух крылах. Он нам порядком надоел, и на этот раз мы его заставим замолчать. Да, да. А, это вы про моего красавца, кукареку? Угу, бабуля, ну да, про него. Ну как же можно, ну, в век электроники зависеть от какой-то крикливой птицы? А, по-моему, всё очень хорошо устроено, а? Смотрите, солнышко встаёт, петушок поёт. Все начинают делами заниматься. На то и день, а ночью нужно отдыхать и спать. Вот. Очень даже хорошо всё устроено. Неплохо бы к этому петуху кнопочку всё-таки приделать. Какую кнопочку? Кнопочку, да, чтобы звук отключать. Но мы и без кнопочки обойдём. Не-не-не, погодите, 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 вояки. Всё гораздо проще. Для этого у нас есть... Волшебная палочка? Ой, учёные вы мои. Ну какая волшебная палочка? Обыкновенное дистанционное управление. Ой, бабуля, да только не смеши. Ну какое дистанционное управление? Да вот, смотри. Так эта штука совсем для другого. Вон. Подожди, Николаюшка. А вот смотри. Вот и всё. Я ничего не понимаю. Как? Да как это? Так вот какая волшебная палочка. Ой, да всё гораздо проще. Сигнал поступает отсюда на приёмник, который на кормушке у петушка. И в кормушку к петушку сыпятся отборные зёрнышки. Он замолкает и начинает клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк. Гениально, бабушка. Ну, и мы не лэком шитые. Я же не просто бабушка. Я же бабушка изобретателя. Вот такая история, друзья мои. Вот тебе и деревенька. Вот тебе и каменный век. Нельзя ни о чём судить поверхностно. Потому что с первого взгляда трудно увидеть всё сразу. А уж понять, тем более. И тот, кто торопится делать выводы, да выносить суждения, зачастую ошибается. Давайте постараемся избегать таких ошибок, друзья мои. Не будем спешить, да и, как говорится, всегда лучше семь раз подумать, да один сказать, чем наоборот. Не правда ли? Храни вас всех, Господь!